вы слушаете радио болткома утра на болткоме да еще раз доброе утро уважаемые радиослушатели аби келкин александр шунин мы вдвоем как обычно по понедельникам ведем это утро и как мы уже анонсировали сейчас нас на прямой связи будет эпидемиолог координатор отдела вакцинации никита троянский нас до этого долго было в эфире инга васильева но вот сейчас такая замена я думаю что это очень хорошо что эпидемиолог сейчас будет на связи хотел я сострить но не тот случай наверное хотел сказать никита с омикроном вас да но это не тот случай действительно понятно что основная тема это вакцинация которая надеюсь защитит нас и по крайней мере попытается защитить нас и от этого нового мутирующего штамма вот темпы вакцинации продолжают расти как бы как вы оцениваете общую тенденцию можно ли сказать что мы на правильном пути как сказать одной стороны уровень точнее темп вакцинации именно первичной вакцинации спал до уровня сентября да то есть сейчас где-то две тысячи первичных доз в день будут вакцинироваться что ну понятно много же вакцинированных уже да это правда в возрасте 12 плюс у нас уже больше 75 процентов начали вакцинацию то есть трое из четырех и радует что среди например 60-летних людей четверо из пяти уже получили вакцину да но в группе 90 плюс там уже похуже там только каждый второй но как бы конечно мы сейчас уже на верном пути и мы скоро дойдем до среднего европейского уровня это 70 процентов от всего населения будут провакцинированы да вот как бы вы определили какие сейчас задачи стоят ну и перед вашим отделом раньше бюро его называли вот на данном этапе потому что я так понимаю что сейчас задачи наверное уже две таких глобальных есть так можно сказать это во первых естественно вакцинировать тех кто вообще еще не привился мы знаем что это около 100 тысяч такая цифра называлась министром здоровья синьоров с одной стороны с другой стороны наверное актуальна стала проблема ревакцинации прежде всего это те кто вот енсеном успел привиться один раз да и наверное те у кого с момента вот полной вакцинации прошло шесть и более месяцев так я так вкратце правильно я определил ну примерно но тут нужно смотреть более точечно во первых первичная вакцинация конечно всегда будет должна оставаться приоритетной пока мы всех пока все люди не 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 вакцинируются и в общем-то счете на самом деле старше 12 лет у нас порядка 380 тысяч невакцинированных людей но конечно фокусироваться мы теперь будем исключительно я бы сказал на синиорах и сейчас завтра в кабинете не на следующую неделю в министр подправляется предложение о повышении тарифа именно медучреждением для вакцинации именно сеньоров чтобы у нас был еще как бы последний такой рывок вакцинации этой группы именно первичной но конечно это повторная вакцинация тоже важная то есть третья доза или вторая доза для янсенов и скорее всего тоже на повторной вакцинации мы сейчас будем фокусироваться прежде всего для людей которым она необходимо согласно рекомендации совета по иммунизации то есть 50 плюс хроническими 65 плюс также люди у которых была первая доза это янсена потому что им необходимо сделать вторую вакцину ну и конечно люди у которых есть какие-то иммуносупрессивные заболевания ну здесь наверное важно еще и правильная коммуникация чтобы те допустим которые полностью привились ну не знаю файзером или модерной чтобы они тоже правильно понимали что и сегодня в принципе наверное от летального исхода все-таки вакцина их и сегодня защищает чтобы люди не подумали что на этом все закончилось и нужно бежать срочно третью делать конечно конечно я думаю что в обществе я не знаю читаете ли вы твиттер но у нас твиттер это такое особо я не знаю котел информационный и там у людей почти что паника что надо бежать за третьей вакциной конечно третью вакцину делать желательно от этого есть польза во первых вы уменьшите вероятность симптоматической инфекции да и еще и других защитите потому что скорее всего после третьей вакцины также как после второй или первой на хотя бы два-три месяца у тебя заниженная заражу заразность то есть ты не заразишь других например я побегу делать именно по этому поводу когда пройдут 6 месяцев чтобы не заразить дедушку с которым я живу в одном доме но как бы еще нет повода паниковать нужно прежде всего начинать с тех у которых эффект второй дозы уже мог значительно упасть то есть вот эти четыре группы которые я назвал еще один вопрос которого хотел задать он наверное такой больше ну в какой-то степени научный но тем не менее мы знаем что те кто полностью вакцинированы отдельная часть из них ну понятно что могут заразиться это ясно но могут и при этом как бы переболеть если так можно сказать бессимптомно там ну не знаю моего одного знакомого была какая-то там несколько дней слабость он даже не придал этому значения никакой температуры не было и в какой-то момент пропал запах что в принципе наверное такой один из таких ярких я явных признаков вот того что он переболел и не получится ли так что вот он полностью вакцинирован он как бы бессимптомно переболел наверняка у него довольно большой титр этих антител а он пойдет сейчас вот делать третий раз может быть все таки это тоже надо как-то вот выборочно делать чтобы не нанести вред чтобы слишком не была перегрузка иммунитета ну нет такого понимания как перегрузка иммунитета я думаю в обществе сформировалось какое-то абсолютно ложное представление что когда есть антитела не стоит там вакцинироваться или повторно вакцинироваться это никак не подковано данными да и конечно те исследования на которых основываются все страны давай рекомендации по повторной вакцинацией ну они в себя включали людей которые и были заражены на момент повторной вакцинации как это потом в ходе испытания выяснялось так и людей у которых был высокий уровень антител низкий уровень антител мы четко видим что после повторной вакцинации ваш уровень антител становится даже выше чем у тех людей которые дважды про вакцинировались и потом еще переболели до нет неTech пор это была самая защищенная группа людей теперь выглядит жstones что повторная вакцинация даже лучше защиты предоставляет. Никита, что вы можете сказать о новом штамме, тот самый омикрон, который нам угрожает? Или не угрожает, кстати? Да. Ну, отличный вопрос. Я думаю, сейчас как бы научное сообщество интересным образом разделилось на тех, кто паникует и говорит, что всё, пахнет жареным, будет как бы новая пандемия почти что началась. Но нет таких, которые говорят, что нет, вообще нет повода беспокоиться. Вторая группа – это такие центристы, которые говорят, надо подождать. То есть, учитывая, что нет сильных оптимистов, всё-таки выглядит не очень многообещающе, потому что на самом деле в этом штамме более 50 разных мутаций в нескольких белках. И есть одна группа учёных в Нью-Йорке, которая создавала разные искусственные штаммы и смотрела то, как они обходят в чашке Петри иммунитет, то есть антитела после вакцинации, после инфекции. И они обнаружили ещё в 2020-м один такой штамм с таким особенным подвидом шипового белка, который полностью обходил и вакцинированный иммунитет, и иммунитет после болезни. И, к сожалению, омикрон – это из всех тех штаммов, которые они создали, больше всего похож именно на этот штамм. Но этот штамм всё-таки был снейтрализован теми антителами, которые есть у людей, которые и вакцинировались, и переболели. То есть в той ситуации антитела были действенны. Вот это такой очень тревожащий эксперимент. С другой стороны, мы их как бы не слышим. Никита, я прошу прощения, но вот тот восторг и воодушевление, с которым вы об этом рассказываете, пугает. Честно, такой классный штамм обходит всё на свете. Ну, подожди, но он же говорит, как эпидемиолог, да? В том-то и дело. Не-не, ну, простите мне эту ремарку. Конечно, возвращаемся в серьёзное русло. Когда штамм этот можно ждать внутри Латвии? Откуда он может прилететь? Он же путешествует с путешественниками, с людьми. А может быть, будет как с некоторыми штаммами, которые не приживётся в нашем климате? Или я слишком оптимистически настроен? О, но это сложно сказать. Навряд ли, скажем, есть штаммы, которые не приживутся в нашем климате, потому что коронавирусу, прежде всего, больше всего нравится низкая влажность и холодный воздух. И, скажем, в Южной Африке... Всё, привет. Я думаю, мы даже более привлекательны, чем Южная Африка в этом плане. Да, вот что касается, действительно, этого омикрона, так вот получилось, что приходится об этом много говорить, но что делать? Вот вы упомянули твиттер, но мы понимаем, что появление такой новости про омикрон, это такая вот, не знаю, очередная удача, если это здесь вообще допустимо такое слово для антиваксеров, которого в твиттере написали такую короткую фразу, «Эта музыка будет вечной». Мы, конечно, можем по этому поводу юрничать, но не получается ли так, что это всё, не знаю, на долгие годы? И через какое-то время вы скажете, ну, не вы скажете, а учёные скажут, что, знаете, ну вот после ревакцинации третий уже тоже прошло 3-4 месяца, а то и 5-6, давайте по четвёртому кругу, потом по пятому. У нас плеча два, мы можем чередовать эти, и колоть, колоть, колоть. Звучат же уже мнения о том, что, в принципе, ревакцинация может быть и обязательной, и ежегодной. Да. Ну, как вариант, да. Да, ну, опять же, вирусы эволюционируют, мы это ожидаем, но при этом мы видим, что вакцины, которые созданы против вуханьского, самого первого штамма, до сих пор защищали нас и от альфы, и от бета, и от гаммы, и от дельты, да. Просто с разным успехом, но всё равно лишь там, может, на 5% пунктов падала защита от дельты. То есть всё равно вакцина работает и против других штаммов. Наш иммунитет достаточно умный, потому что в нашей иммунной системе есть такой механизм, как механизм пролиферации репертуара антител. То есть это процесс, когда наше тело производит как можно больше разнообразных антител именно с целью предотвратить инфекцию следующими штаммами. Да, и поэтому я рассказал как бы плохие новости про этот штамм, но хорошие новости — это то, что мы всё-таки не видим переполненных южноафриканских больниц пока, что о дельте мы прежде всего узнали из-за вот этой чрезвычайной ситуации. Пока что о микроне мы этого не слышим. Да. Вот, конечно, уместно здесь спросить, что, скорее всего, всё-таки появление каких-то специфических медикаментов. Первый уже рекомендован Европейским агентством лекарств. Это фирма МЕРК, по-моему, если мне память не изменяет. Ещё Файзер на подходе. Ещё, я так понимаю, который нужно принимать в первые 2-3 дня, и он будет, затормозит вот это размножение, говоря простым языком, этого вируса. Как вы считаете, может быть, это один из выходов в этой ситуации? Я думаю, это однозначно поможет, но с этим вирусом, я думаю, всё равно главный выход — это будет профилактика, то есть сделать его как можно менее опасным путём вакцинации. Потому что я не думаю, что омикрон будет обходить хотя бы с вероятностью в 50% иммунитет. Я думаю, может, конечно, снизить эффективность антител, но не глобально. Не так, чтобы у нас весь успех процесса вакцинации, ну или не успех, как-то смотрит, шёл на нет. Вот такой вопрос, который я хотел вам задать, он вроде бы и эпидемиологический, так можно сказать, для эпидемиолога, а с другой стороны, и, ну не знаю, ну не политически, наверное, может быть, такой социально, ведь есть же какой-то, скажем так, ну вот сами понимаете, как человек, что есть какой-то предел, скажем так, не знаю, как уговорить общество. Ну мы два года уже находимся в тех или иных ограничениях, кто их там соблюдает, и нет, это, наверное, другая тема. Вот есть же какой-то предел, когда и вы, понимая, с одной стороны, вроде вы как эпидемиолог должны говорить такие-то слова правильные, социальная дистанция, не знаю, там маски, ограничения, сидеть дома, удалённая, вакцинация, всё это мы знаем, за два года изучили, а с другой стороны, ну вы же понимаете, что есть какой-то предел, когда, не знаю, пройдёт ещё полгода, год-два, и общество просто это не будет воспринимать и скажет, ну всё, на этом жизни больше нет, так сказать, мы теперь, не знаю, снимаем маски и больше вам не подчиняемся, если так можно сказать. Я утрирую, но ведь когда-то этот предел может наступить. Ну, я думаю, это всё зависит, на самом деле, от зрелости общества, потому что я понимаю, что в таком подвешенном состоянии ни одно общество не может жить, но есть как бы альтернатива, потому что вы описываете, та же Япония, Китай, где в конце 60-х была большая вспышка, это была пандемия гонконгского варианта гриппа, и в итоге уже 50 лет они ходят в масках, и как ни странно, у них в Японии, в Южной Корее, в Китае, но если мы верим Китаю, один из самых низких уровней циркуляции вируса за всё время пандемии. Но при этом всё время в масках. Да, но я не говорю, что так будет у нас, потому что я вижу, что европейцы всё-таки, не знаю, потомки французской революции, мы, наверное, будем стараться жить так, чтобы к лету маски не были обязательны. Даже сейчас, при том, что у нас абсолютно плохая на самом деле эпид-ситуация, всё равно, если ты вакцинирован, ты в баре можешь сидеть без маски. Мне кажется, что... Применение масок вызывает, конечно, вопросы. Особенно вот заведения, которые находятся в зелёной зоне, и куда заходишь и по QR-коду, и с ID, и внутри всё равно за тобой бегает охранник, который следит на носу, и у тебя маска, но это уже тоже перегибы на местах. Да, вот ещё один вопрос, который я хотел задать, он, наверное, не столько, как в отдел вакцинации, но, тем не менее, раз такие у нас цифры, не кажется ли вам, что надо пересмотреть, ну, не знаю, две позиции? Во-первых, это как мы преподносим статистику, к примеру, по умершим, да, и при этом не расшифровывая, почему это произошло, и даже когда мы говорим, ну, среди, там, не знаю, не хочется цифровать, среди 20 умерших, там, двое были вакцинированных, не разъясняя, что, может быть, ещё не установлено, может быть, и сомнительный сертификат, ну, то есть, человек не был вакцинирован, или, может быть, такое количество заболеваний хронических было у человека, что, ну, иммунитет был в таком состоянии, что не мог, как сказал один из врачей, что вакцинация сама по себе не делает человека бессмертным, да, вот это один момент, который вызывает очень много вопросов у населения, и второй, наверное, момент, это первичная помощь семейной врачей, мы видим, что зачастую человек поступает в больницу, даже сейчас, когда уже чуть-чуть, не столь загружены больницы, с опозданием, когда уже 70 и более процентов поражения вот легких, ну, что тут можно сделать? Ну, да, я, в принципе, согласен, что государство у нас достаточно плохо умеет делиться данными, вот это, на самом деле, за время пандемии все-таки, как никогда, много данных было подано в публичный доступ, даже сейчас, например, там можно посмотреть уровень вакцинации у каждого семейного врача в практике, по возрастным группам, по всяким этим, по гос, то есть, по недерегням, для социологов, пускай смотрят, да. Ну, я согласен, что и по смертям статистику, наверное, было бы полезно, если бы ее делали еще более нюансированной, хотя уже раньше, еще месяц назад не показывали, сколько умерло, сколько из умерших было вакцинированных и вакцинированных, потому что, я думаю, вот вакциноскептики думали, ой, что там будет половина вакцинированной, нет, мы видим, что на самом деле абсолютное меньшинство, но я думаю, это связано с тем, как данные поступают, все-таки мы же понимаем, что такая полувоенная ситуация, и поэтому оперативные данные выступают в последний момент, их еще нужно успеть обработать, и поэтому нет вот этого, ну, достаточно высокого качества в детализации данных, и поэтому получается только раз в месяц в СПКЦ, у НВД публиковать такие отчеты детальные уже по вакцинам, по возрастной группе и так далее. Да, но что касается первичной помощи, здесь тоже, наверное, проблемы есть, да? Ну, я, честно говоря, мне сложно понять, на самом деле эта проблема выдумана или нет, потому что если люди на самом деле говорят, что им не звонит семейный врач, когда они получают положительный тест, и как бы не следит за их протеканием заболевания, то это проблема. С другой стороны, ну, семейные врачи это должны делать, и на сайте СПКЦ для семейных врачей, для жителей доступен двух- или трехстраничный лист как бы с объяснением, так же, как в Эстонии, вот что нужно делать, в каком случае, по какую температуру сбивать, как сбивать, ну, и вот такая профилактика заболевания средней тяжести имеется. Поэтому я чуть-чуть удивлен, что люди сообщают, что этот процесс не происходит, но я думаю, что это может быть связано с тем, что семейные врачи перегружены. Чем больше больных, тем больше работа для семейных врачей. Ну, что ж... Время прощаться сегодня. До встречи через неделю очень. Надеемся. Никита Троянский, представитель отдела Вакцинации Национальной Службы Здоровья был с нами в последние минуты с актуальнейшей информацией. Огромное спасибо, Никита, хорошего дня. У нас небольшая пауза. У нас небольшая пауза, и потом поговорим, есть всегда темы о текущих темах. О текущих, да, темах. Вы слушаете радио Болтком.